Так и должно быть. Правда, вся эта открытость, свобода и искренность в основном на нотных страницах видны и слышны. В жизни все было немножко по-другому. В жизни его избранницей была ничем не замечательная особа. Замужняя женщина по имени Пани Камилла Стеслова, 38-ю годами его моложе. Причем все говорят, что на самом деле она была к любви пана Леуша более чем равнодушна. Она принимала его ухаживание, но не более того. Он сам с собой на эту тему таким образом общался. Он даже хотел свой второй струнный квартет, прямо обращенный именно к пане Камилле, назвать любовные письма. Его долго-долго отговаривали. В итоге название квартета – «Листы дуверны» по-чешски. Это можно перевести, и обычно так переводят на русский язык, как интимные письма, но это не совсем верно. Письма конфиденциальные, письма доверительные, письма, не предназначенные для чужого глаза. Однако, смотрите, что получается. Письма, не предназначенные для чужого глаза – это струнный квартет, который исполняется публично и который все слушают с огромным интересом. Абсолютно не испытывая никакой неловкости от вторжения в чью-то частную жизнь. Письма, не предназначенные для чужого глаза. Он был в характере Леоши Яначика, главной живой достопримечательности города Брно, учителя музыки, человека открытого, независимого и на многое способного. Он хотел изменить сложившийся за полтора столетия традиционный квартетный состав, то есть вместо альта ввести туда инструмент старинный, почти вышедший из употребления, со слабым, едва ли не чахоточным, но пленительным голосом – виоль да мур. Дословно это означает «альт любви». Может быть, он хотел намекнуть на какие-то любовные песни трубадуров. Его переубедили. После одной домашней репетиции, когда моравский квартет целиком проиграл так, как пан Леош просил то, что он сочинил, альт, обыкновенный старый добрый альт, вернули обратно. Иначек понял, что чего-чего, а любви здесь и так достаточно. КОНЕЦ Вот этот филармонический зал в Брно, где сейчас еще приготовление к вечернему концерту не закончено, называется «Беседний дум». Именно здесь Яначек работал, беспрестанно появлялся, его все здесь знали. Именно здесь, собственно, происходило большинство его премьер. И именно здесь стала реальностью, осуществилась вот эта фантастическая, уникальная ситуация. Смотрите сами. Виртуальный, воображаемый роман с прекрасной дамой, он действительно воображаемый, потому что Яначек не рвал уз, не уходил, не бросал своей собственной семьи, Камила Стеслова тем более не думала мужа бросать. Это был роман виртуальный. Тем не менее, он становится достоянием гласности посредством музыки. И все это слушают, и все так или иначе к этому приобщаются, все это знают. Когда все это только началось, и для пана Леоши явно температура и свежесть его собственных чувств стали очень большой неожиданностью, он долго удивлялся, как же так его разобрала вот эта нежданно нагрянувшая любовь. Когда все это только началось, собственно, и возникла та партитура, которую теперь в музыкальных магазинах Праги, Брно, по всей Чехии иностранцы и в виде нотного текста, и в виде записи спрашивают чаще всего, поскольку им говорят, что это местный чешский шпециалитет. Больше нигде такого нет. Партитура называется «Струнный квартет Крейцерова соната». Как такое может быть? Струнный квартет называется «Крейцерова соната». Стойте, стойте! Это же все неправда! Что же вы играете-то? Что же это за музыка? Любой маломальски образованный музыкант, да что музыкант, любой любитель здесь, в Брно, знает, что Крейцерова соната – это девятая скрипичная соната Людвига ван Бетховена, оп. 47-й. Звучит она совершенно не так, а… Ну да, примерно так. Какие тут могут быть разговоры о квартетах, о современной музыке? Что вы нас обманываете? Оправдание у Леоши Яначика есть. Хотя название действительно занято, название слишком знаменитое, не он первый его использовал. До него это сделал великий писатель земли русской Лев Николаевич Толстой. И Крейцерова соната Толстого, самая неправильная его литературная работа, собственно, и легла в основу квартета Яначика. К тому моменту, когда эта печальная и очень и очень неприятная во всех отношениях повесть была сочинена, Толстой уже довольно давно видел свою миссию в том, чтобы сказать людям, вы слепы, вы в упор не видите истины, ее света. И прочесть им искренне, прочувствована на эту тему мораль. Собственно, это та ситуация, о которой несколько позже Николай Степанович Гумилев сказал своей жене Анне Горенко, печатавшейся под псевдонимом Ахматова. «Анечка, если ты заметишь, что я начну пасти народы, ты меня, пожалуйста, потихоньку отрави». Но Яначик этого высказывания не знал. По поводу самой повести Крейцерова соната, где речь идет о совращении, в общем, очень приличной дамы каким-то гастролером-скрипачем, а самое важное, что в этом совращении решающую роль играет именно музыка самой Крейцеровой сонаты Бетховена. У Льва Николаевича были проблемы, очень серьезные неприятности и долгосрочные неприятности не только с цензурой государственной в России, но и с цензурой церковной, православной. Это далеко не одно и то же. Толстой не любил Бетховена. Это тоже известно, об этом пишет очень интересно в своих дневниках, например, Петр Ильич Чайковский, который, кстати сказать, точно так же, как и Яначик, всегда отождествлял себя. Это характерный психологический момент, он отчасти приоткрывает многие композиторские тайны. Чайковский, так же, как и Яначик, отождествлял себя полностью именно с женскими персонажами своих лучших опер. С Татьяной, Орлеанской девой и так далее, и так далее, и так далее. Вот на чем замешана вся эта сложная история, которая стремительно развивается в музыке для двух скрипок «Альта» и «Виолончели» у Яначика. И вот, все равно, кстати, зная или не зная эту информацию или хотя бы ее честь, Леош Яначик читает текст Льва Толстого. Читает так, как будто это написано лично про него, причем написано вчера, и его, сегодняшнего, очень задевает за живое. Читает без всяких попыток морализаторства, без всяких пастырских намерений, то есть без намерений кого-то или чему-то учить. Читает с колоссальным внутренним надрывом. Это замечали и современники, и сегодня отмечают все музыковеды. Причем надрыв Яначика таков, что даже если исполнителям абсолютно неинтересна, безразлична внутренняя душевная жизнь автора, то они, четко воспроизводя текст, все равно воспроизводят полностью и его нахлынувшие только что горячие живые чувства, с которыми он еле справляется. Психологически это тот самый случай, о котором говорил русский классик Николай Римский-Корсаков. Он говорил, нет никакой необходимости над музыкальной пьесой надписывать по-итальянски «кон анима». Распространенная ремарка, с душой, значит. Пьеса должна быть сделана, кон анима. Вот она так, с душой, неуравновешена у Яначика и сделана. Известно, что струнный квартет Крейтера Вассаната написан за одну неделю осенью 1923 года. В принципе, так не бывает. Но Яначик собрал здесь все, к чему он готовился и что хранил очень глубоко в своей собственной памяти, в глубинах души. В 27 лет он еще в Вене, будучи студентом, начал трио, от которого осталась только одна страница наброска, но там уже как в зернышке есть практически все, что потом в квартете случится, развернется в целую драму. В 1907 году он начал, но бросил, испугавшись этой трагической, сложной задачи, оперу все по тому же «Льву Толстому» Анна Каренина. И, наконец, за два года до этого квартета он закончил, она даже была поставлена в Брно, оперу Катя Кабанова. Это еще один русский сюжет. Собственно, Катя Кабанова – это не что иное, как гроза Александра Островского. Более того, тема Волги из этой оперы как раз и стала главной темой квартета Крейтера Вассаната. Сам Леош Еначек говорил о теме, открывающей его струнный квартет Крейтера Вассаната, что в ней женская душа слышна вся. Загнанная, отчаявшаяся, обреченная смерти, она, тем не менее, стремится куда-то, рвется, да так, что ее остановить невозможно. И здесь большой привет не только и не столько Александру Николаевичу Островскому, сочинителю драм из «Русской купеческой жизни», сколько основоположнику психоанализа доктору Зигмунду Фрейду. Поскольку в этой душе Еначек абсолютно четко воспроизводит эту модель, происходит борьба не на жизнь, а на смерть. И это борьба на самом деле живого с неживым. Как бы одна часть души уже готова расправить крылья, взлететь, оторваться, а другая нервно топчется на месте, кусает губы и говорит, нет, ты никуда не полетишь. Это все абсолютно бессмысленная затея, это все похоть, глупость, вообще пустая трата времени, ничем хорошим это не закончится. Так что оставайся и занимайся делом. И эта борьба действительно поглощает и музыку, и автора, и занимает очень большую часть квартета крейцерва соната. И все-таки это лишь первая часть струнного квартета, крейцерва соната. Во второй такая есть ироничная полечка с грустью, с горечью, с такими соднящими интонациями, но дальше еще интереснее, еще необычнее. Яначик вступает здесь в диалог с самим Бетховеном, с его крейцервой сонатой, уже через голову Льва Толстого. Он пытается понять, что же такого есть в этой музыке, что могло так разбередить, взволновать и растормошить душу героини. Вот, например, такая тема. Что, казалось бы, здесь особенным? Сейчас вы услышите кривое зеркальное отражение этой музыки Бетховена из его крейцеровой сонаты в квартетном зеркале Яначика. Не удивляйтесь, не ищите портретного сходства. Это зеркало не может не врать. Дело в том, что периодически здесь еще будет совершенно невероятный эффект. Квартет посредине музыки медленный, спокойный, достаточно грустный. Вдруг весь ощетинивается четырьмя смычками. Все играют у подставки. Звук такой, как будто сразу четыре кошки в очень напряженном жестком ритме начинают скрести по одному и тому же сердцу. Но это продолжение все той же борьбы. Живого с неживым. Живого с неживым. В тихом омуте черти водятся, дорогие друзья. Эта поговорка есть и в католических, и в православных славянских странах. Чехия и Моравия – страны католические. Но все же вот ситуация финала. 70-летний, совершенно седой, школьный учитель, провинциальный Ромео, вдоволь наборовшись с запретными влечениями своего сердца, просто пускает все это на самотек. А последние несколько минут квартетного звучания он только напряженно всматривается в тот самый омут, который представляет собой его душа, и убеждается, что на самом деле никаких чертей-то там нет. И все-таки что он в ней нашел в этой Камиле Стесловой? Мог бы спросить обыватель, пусть и поверхностно, но знакомый с историей жизни Леоша Яначика. А таких обывателей, особенно здесь, в Чехии, в Моравии, действительно и было, и есть очень много. Ну что он в ней нашел? Да, красивая женщина, но она же к нему абсолютно равнодушна. Она еле-еле благосклонно принимает знаки его внимания, а иначе их не замечает этого. Последние 11 лет своей жизни он счастлив так, как будто свершилось вообще все, о чем он мечтал. Психолог ответит, дело не в Камиле Стесловой. Дело в том, что, наконец, человек нашел выход своей потребности любить. Он нашел возможность выпустить на свободу все то, что зрело и копилось в его душе десятилетиями. Еще один такой же вопрос. Зачем он женился почти за 40 лет до истории с Камилой на своей ученице, которой тогда еще 16 лет-то не исполнилось? Абсолютно по той же самой причине. И еще один вопрос для нашей с вами истории главный и уж, по крайней мере, не менее важный. За что же пан Леош Россию-то так безумно любил? Хотя никогда в России сам не был. И по-русски не читал. Но можно легко сказать, что, конечно же, назло проклятым австрийцам. Австрийцы заодно с немцами. Обе эти державы воевали в недавно закончившейся Первой мировой войне против России. Ну вот как раз мы таким образом держим оппозицию. Но Россия выдуманная, Россия, тем не менее, очень важная часть его души, это фактическое место жительства Яначика. Он делает вид, что находится в Брно, преподает, занимается всеми этими важными городскими делами, а на самом-то деле он живет в России. Ведь посмотрите, рапсодия Тараса Бульба им написана по повести Гоголя. Опера по Достоевскому записки из Мертвого дома. И так далее, и так далее, и так далее. Более русского композитора, хотя бы просто по списку сочиненной им музыки, представить себе невозможно. Как так получилось, никто не знает. И все-таки оборотная сторона и музыки, и судьбы Леша Яначика – это хрупкость. Хрупкость музыки, хрупкость самой человеческой жизни, она тоже видна, но просто не с первого взгляда. В июле 1928 года Камила Стеслова навестила Яначика в деревне Гуквалда, где он купил себе дом. Это его родная деревня между Брно и Моравской островой. Они гуляли, было очень погожее лето, там есть где гулять, очень большие лесные массивы. И вот в одну из таких прогулок потерялся, заблудился в лесу, 11-летний сын Камилы. Яначик бросился искать мальчика с такой же горячностью, с такой же страстью, с таким же пылом, с каким он и преподавал, и сочинял, и вообще все делал в жизни. Вот здесь-то он и подхватил свою последнюю простуду. После этого воспаление легких, и 12 августа того же года в Моравской острове Яначик умирает. КОНЕЦ КОНЕЦ А это, сочиненная Левшим Яначиком за год до смерти, глаголическая месса, или еще ее называют славянской. Это вполне правильное католическое богослужение, но поется эта музыка на том самом церковно-славянском языке, на которой когда-то, больше тысячи лет назад, переводили Библию. Причем записывали ее действительно двумя разными азбуками, либо кириллицей, либо глаголицей. И эффект здесь такой, что человек как будто бы вот только что узнал все то, о чем, оказывается, давным-давно в церквах поют. Месса очень респектабельная, здесь все очень четко, ортодоксально, по крайней мере, по чешским и маравским церковным правилам, но эффект этой наивности совершенно поразительный. Он только что об этом узнал, и с пылом, увлечением, совершенно детским, начинает это обсуждать. Вообще, видимо, прав был тот, кто заметил, что только дети и старики обладают вот этой долей наивности, святой наивности, которая, собственно, может стать предметом искусства. Ведь до сих пор никто так и не нашел объяснения тому факту, что все сколько-нибудь серьезные и что-то значащие сочинения Леуша Яначика написаны после того, как ему исполнилось 60 лет. С точки зрения ученических представлений о линейном и планомерном развитии музыкального искусства в заданном правильном направлении. Пан Леуш Яначик – это одна сплошная неясность. Зачем он все это написал? Почему он так волновался и горячился? Какими глобальными процессами было подготовлено его появление? Откуда он вообще взялся? Но партитуры сами по себе слишком весомый факт, чтобы не обращать на них внимания. И совершенно неважно, найдутся ли потом подходящие комментарии, чтобы то или иное явление, уже сложившееся, как-то описать. То ли потому, что город Бруно такой серый и скучный, то ли потому, что Пан Леуш действительно был первоклассным, может быть, даже гениальным учителем музыки. Все то, что он написал, говорит о нем как о композиторе, чья творческая траектория удивительным образом не пересекается ни с одной из известных школ, стилей, измов 20 века. Но со своей точки зрения он очень нелицеприятно и интересно на все это смотрит. И имеет по каждому поводу свое четко аргументированное мнение. И все-таки очень хорошо, что здесь, в Моравии, у русской литературной классики нашелся такой заинтересованный, эмоциональный, а главное, внимательный читатель. Всем, кто эту классику читает и любит, стоит принять в расчет его особое мнение. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...